Теме об устройство города была посвящена очередная встреча главы города с населением, которая состоялась в ДК Красная Поляна. Своими впечатлениями от увиденного поделится Лариса Панина. Атмосфера в микрорайоне Красная Поляна особая. Здесь, кажется, все друг друга знают. Во всяком случае, пришедшие на встречу с главой города прежде всего встречались друг с другом, интересовались, как дела, и делились новостями. Встречи главы города с населением в рамках поручения губернатора начались с ноября прошлого года. Каждая имела свою основную тему, а уже по ходу разговора возникали разные, более общие или, наоборот, узкие вопросы. Основной темой этой встречи стало об устройство города. Понятие довольно широкое – от ямочного ремонта дорог, благоустройства скверов, парков, дворов, пешеходных зон до внешнего облика города. В своем вступительном слове Николай Гречишников пригласил участников встречи на общегородские субботники 9 и 16 апреля и на общеобластной 23 апреля, который пройдет под очень говорящим девизом «Чистый двор – чистая совесть». Николай Николаевич отметил, что город вышел из зимы и до 11 апреля должны быть приведены в порядок дороги, ликвидированные образовавшиеся за зиму ямы. В зимний период ямочный ремонт проходил в декабре и январе методом литого асфальта. В период снеготаяния, резкая смена температур добавили новых ям. Ямочный ремонт, конечно, недолговечен, но в переходный период все же улучшает состояние дорог. С середины мая уже начнется капитальный ремонт магистралей. Список запланированных к ремонту дорог определен. Утвержден также перечень 15 дворов для комплексного ремонта. Постепенно монолог главы принял форму общего заинтересованного разговора. Болеющие за свои дома и дворы краснополянцы задавали вопросы, на некоторые получали ответ сразу. Или же глава давал поручение присутствовавшим на встрече должностным лицам выполнить и доложить. Вопрос такой, почему житель, проживающий в частном секторе, должен платить налог на землю, налог на имущество, а начиная вот дом, спортивная, дом 7-3 по правой стороне, по забору Моны и до конца леса построены с захватом участки, ни один гараж. Или сносите, или пусть они платят так же, как и монологи. От Первомайской улицы начало, Октябрьская и Женевская. Люди, которые приживают, у них еще по два, по три гаража. Узаконьте это все. Принимается. И еще один. Чтобы попасть от спортивной вот этот дом до бассейна, идешь, там такая грязь. В том году стоял вопрос, от площади дойти до бассейна невозможно было. В том году был обустроен тротуар. Вот, теперь вопрос со спортивной. Будем заниматься. У нас детская площадка рядом с садиком. строители все испоганили. Деревья три года уже подрезают. Липы выросли выше крыжи пятиэтажного дома и наклонились в сторону окон. Вот. Вызывал я комиссию. Комиссия дала добро, что подрежем. И три года дуру гоню. Извините за грубость. Ваш адрес вместе с пятым домом включен и профинансирован по комплексному обустройству дворов в этом году. Вопросы, с которыми пришли лобницы были разными. Мы живем на первом этаже. Нам для малыша холодно. Мы уже не раз просили. У нас и батареи. Конечно, не раз нам меняли. И ничего толку никакого нет. Поэтому мы хотели попросить еще раз. Вот я хочу узнать, будет дом первый достраиваться и точно ли нам в этом доме дадут квартиры. Как у нас по спортивной семь, да, который нам в документах уже там и квартиры, подъезд, все указаны. Галина Ипатова, старшая по дому номер 35 по улице Краснополянской, пришла с целым списком вопросов. Во-первых, ремонт. Дому 20 лет. Очень хотелось бы ремонт в подъездах сделать. Детская площадка. Хотелось бы очень хорошо. Ее большую форму просим. Хотим придумывать территорию, облагородить. С помощью, конечно, администрации города, потому что денег не хватает. Маловато денег. Что можем, своими силами делаем. И цветы сажаем, и кусты, и парковочные места за свои деньги сделали. Ну, хотелось бы еще лучше, все лучше и лучше сделать, чтобы и дети радовались, и чтобы и сами взрослые тоже. И у нас настроение было. Валентина Артамонова встречи с главой старается не пропускать. Не потому, что много вопросов. Просто человек неравнодушный, и ей интересно услышать обо всем из первых уст. Вот просто так вот интересно. Интересно, что они скажут. Приятно, что у нас в Лобнии очень многое изменилось. Очень многое в хорошую сторону. Очень красиво стал парк. Обустроили хорошо. Очень хорошо. Очень много народу, детей. И этот уголок очень даже украшает наш город. Вот. И вообще, вообще очень много сделано. И дорожки везде. И такая чистота. И порядок. Вот. Убирают много вот наши. Там стараются. Да. Очень даже. Ну, просто вот я, например, большое спасибо сказала бы нашему руководству. Правда, в процессе разговора вопрос все-таки нашелся. Ясень у дома 47 по улице Ленина беспокоит жильцов. Я сделала заявку. У нас во дворе ясень. Этот вот коровец съел. И он очень огромный. Его нужно удалить обязательно. Потому что вот даже страшно. Вот там нам надо обязательно спилить. Вопросы санитарной вырубки волнуют и Наталью Кузьмину. Но у меня больной вопрос по нашей спортивной улице. Мы сколько уже в третий, наверное, год бьемся, у нас такой сухостой, просто опасен. С такая массой детей ходит. Ветер или что-то, или как-то. То есть, в любую минуту может упасть на детей. Вахтер ДК «Красная поляна» Надежда Широкова переживает за территорию, прилегающую к клубу. Печется, чтобы заделали образовавшиеся за зиму ямы. У нас вообще площадка игровая очень хорошая. И много вот этих разных качелей, каруселей и горки. И все для детей очень хорошо. Много очень гуляют за ребятишками. А вот это у нас асфальт. Да, да, да. Заведующая Краснополянским поликлиническим отделением Людмила Кузнецова пришла отвечать на вопросы, если они возникнут. Для нее же, как руководителя, главный вопрос – кадры. Мы просто стоим перед этой проблемой уже давно. А сейчас она обострилась еще больше. У нас участковая служба страдает. Страдает как терапевтическая, так и педиатрическая служба первоочередная и средний персонал. Если 30 лет назад количество участковых терапевтов на Красной поляне было 2 человека, то сегодня поляна увеличилась в 2 раза. Количество... Штаты нет, расширяются, есть, но нет физических лиц. Все равно обслуживают 2 человека. Сейчас население 14 тысяч, официальное население. Но вы сами понимаете, что наш микрорайон, он очень много приезжих. Поэтому обслужить бывает терапевтам очень сложно и педиатрам. А приезжают в основном молодежь. Это с детьми и трудно. Педиатрам очень трудно. У них очень большое количество вызовов. Они работают с большой перерагрузкой. Коллектив у нас в поликлинике очень дружный. Мы стараемся выполнить все возложенные на нас обязанности. Хотелось бы, чтобы кадровый вопрос решился положительным. Были на встрече и те, кто пришел просто узнать, как обстоят дела в городе. Вопросов у нас пока никаких нет. А как часто вообще общаетесь с властью? Ну, вообще очень редко. Первый раз на таком мероприятии, скажем так. То есть это значит, что у вас все хорошо, я так понимаю, да? Ну да. Пришли просто посмотреть, послушать. Нужно такие собрания проводить, чтобы напрямую уже поговорить. Не всегда есть время и возможность записаться на прием или с надеждой ходить от одного кабинета к другому. Здесь же в одном зале на заданный вопрос могли ответить сразу все представители городских служб и учреждений. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».